Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова только на данных литературы. Спасибо. Мы основывались на данных литературы, и там, где был слайд, касаемый дизайна исследования, мы берем бактериальные посевы непосредственно перед введением антибактериального препарата для изучения наличия мутаций геном карбопинемаз. Поэтому это одна из целей данного исследования является. Благодарю. В первой группе А вы говорите о том, что проводите антибиотикопрофилактику в определенное время до оперативного вмешательства, а в группе карбопинемов вы продлеваете ее еще на 5 дней. Проводите ли вы антибиотикотерапию в послеоперационном периоде пациентам, которые были включены в группу А, и какими антибиотиками? Нет, мы там не проводим, потому что стандартная переоперационная профилактика это 24 часа 30 минут до момента разреза кожи, и затем, если в зависимости от выбора препарата, в течение 24 часов. Назначаем антибиотикотерапию только в случае наступления нежелательных явлений. То есть, если событие наступило, то антибиотик назначается и фиксируется название антибиотика. И берется посев. То есть, эти пациенты в послеоперационном периоде антибиотикотерапию не получают? Да. Можно еще вопрос? Скажите, пожалуйста, какое-то разделение по методу операции? Это открытая хирургия или лапароскопия? Спасибо. Данный ответ заключается в названии темы. Мы используем протокол ERAS, который под собой подразумевает минимальное инвазивное вмешательство. Поэтому только лапароскопические и робот-ассистированные. Спасибо. Еще один вопрос у меня. Какие-то дополнительные маркеры системного воспаления, кроме указанного, вы изучали? Пресептин, прокальцитонин, другие? Да. Данные мы используем С-реактивный белок и прокальцитонин. То есть, они определяются непосредственно в первые сутки после операции, на седьмые сутки после операции и непосредственно перед выпиской. Данные по первым 14 прооперированным пациентам меня не представило, потому что они пока что клинически незначимы и статистически не обрабатывались. Можно вопрос, да? Мария. Скажите, пожалуйста, в группе 2, где вы назначаете карбопинем на 5 дней, в случае возникновения инфекционного осложнения, какую вы дальше планируете схему антибактериальной терапии? Схема антибактериальной терапии согласовывается с клиническим фармакологом плюс в соответствии с посевом, который берется перед операцией. У вас протокол есть? Потому что на что карбопинемы на 5 дней в качестве профилактики, я вообще, конечно, не представляю, как это обосновать в нашей клинике. Чем вы будете лечить потом пациентов? У вас есть протокол там в 3-4 линии антибактериальной терапии? Да, он прописан. А что будет? Ну, какую группу? В том числе это сочетанное применение, применение линизолида, добавление тигициклина, то есть там расписано несколько препаратов. Ну, у вас нет опасности, что вы, наоборот, приведете к суперрезистентности в вашей клинике с такой терапией. Потому что мы сразу, ну, как бы, начинаем с серьезной антибактериальной терапии и оставляем совсем последнюю линию резерва, там, линизолит, там, не знаю, что там, полимексин, B и так далее. Просто чем лечить этих пациентов, если через 5 лет ко всему это будет резистентность? Карбопинемы тоже развивается резистентность? Ну, не знаю, очень такой протокол сомнительный. Как мне кажется. Спасибо. Спасибо большое за ваше мнение. Тем не менее, меня очень впечатлила работа Вадима Ахмедовича, который впервые изучал, там было, правда, наблюдательное исследование, не рандомизированное, и он брал непосредственно смывы интероперационно, которые при анализе показали значимость. То есть, если идет выраженная бактериальная контоминация интероперационно, то это является значимым фактором в развитии инфекционных осложнений уже после этих пациентов. Ну, смывы операционные, поймите, это вот правильно доктор сказал, это, понимаете, ваша антибиотика, там, резистентность в вашей клинике. Вот у нас там нет этих резистентностей, у кого-то есть, в другой клинике там тококлипсиелла. Вы понимаете, что вы оставляете пациента, вы сразу начинаете с такой серьезной терапии, это не профилактика терапии, мое мнение, на 5 дней, не бывает профилактики на 5 дней. Это сразу терапии карбопинемами. И вы через 5, 6, 7, не знаю, лет, вам просто нечем будет лечить ваших пациентов. Еще вопрос. Ожидаемо, очень активная дискуссия. Да, мнение очень, на мой взгляд, весомое, но я думаю, что Мария Владимировна подумает еще, может быть, как-то дизайн поменять исследования, или, может быть, обоснует действительно использование таких мощных антибиотиков. Сергей Старевич, спасибо. Коллеги, еще вопросы? Да. Скажите, пожалуйста, вот мы тоже, как бы, ополагались на работу Вагифа Ахмедовича Адуева, где он брал смывы после операции, и оказалось, что цистектомия – это, по сути, грязная и контаминированная операция, и в 70% случаев они получали высокие бактериальные титры в брюшине. И помимо антибиотика, они также всегда проводят механическую очистку брюшной полости растворами, то есть, чтобы снизить титр бактериальный, вы делаете подобное, то есть, и мы тоже используем карбопинами в нашей клинике и по руководствуясь как раз работой Адуева, то есть. Спасибо большое. Нет, интероперационная лаваш в брюшной полости мы не проводим, только антибиотикотерапия, ну, превентивная, либо профилактика. Мария Владимировна, очень интересное, на мой взгляд, сообщение. Видите, как много вопросов, какая активная дискуссия, я думаю, что в спорах всегда обязательно должна родиться истина, поэтому благодарим вас за ваш доклад. Спасибо.